В Иоанна 20 глава Иисус говорит Вы знаете, Иисус, когда поднялся на небо, Он принес свою кровь. Есть очень важная вещь, когда Он висел на кресте, Его кровь пролилась, и она примирила землю, то есть все творение, оно примирило с нами в первую очередь и с Богом. Но когда Иисус поднялся, Он отдал свою кровь, и люди, которые были там, они рассказывают, что просто перед Отцом, когда Он смотрит на нас, стоит эта чаша крови, пролитой крови, где был всякий наш грех, где были всякие наши запинания, где были все наши ошибки, где были все наши косяки. И эта кровь, она всегда, понимаешь, всегда, 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 уже давно, и даже в наше будущее, она перед Отцом. Поэтому, когда Бог, Папа, Он смотрит на тебя, Он видит тебя чистым, Он видит тебя святым, в другом месте там написано, даже непорочным. Что это позволяет? Например, Илья, и мы немножко говорим, и ты сразу думаешь, а как я могу, у меня тут куча проблем, и грехов, и все остальное. Библия говорит, что закон Духа Жизни во Кресте Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И о чем это говорит? Что мы уже свободны, ты должен понять. И Дух Святой, Он готов прийти, Он готов ответить. Вот это, что Илья рассказывает, я когда-то, когда мы начинали, я уверовал, там нельзя было церкви проповедовать или что-то говорить. Мы ходили на улице, мы ловили людей, мы проповедовали, мы молились. На мне горел огонь, на нас горел огонь. Мы всегда кого-то каяли, мы исцеляли кучу людей, еще только, понимаешь, месяц-два уверовали. И нам не разрешали это, я помню, мы в цыганский табор пошли, там сейчас большая церковь, тысячу человек. Но начиналось с того, что мы ходили, возлагали руки, нам приносили, цыганка говорит, помолитесь за моего мужа, он пьяный. Я в жизни не молился за пьяных, я вообще молиться не знал и не умел. Но я очень хотел, я помолился за него, взял Библию вверх и положил одну руку на него, говорю, в имя Иисуса протрезвел. Он протрезвел. Потом все говорили, он Библию положит, люди трезвые становятся и перестают пить. Они пьяницы, когда мы приходили в этот, они убегали просто, они боялись нас. В другом месте в этом, когда мы начинали с цыганами, я чуть-чуть, мы пришли к цыганам, я прихожу, и одна цыганка зовет, говорит, помолись. Я смотрю, там таких три парня обкуренных, потому что я сам курил много, они такие сидят вообще, косые. И я говорю, встать, потому что я сейчас буду проповедовать. Они встали, я проповедовал им пять минут, и она просит, помыли за них. Я говорю, вы согласны, да, вы принимаете Иисуса в свое сердце. Они, да, один глаз в одну сторону, второй, второй. Я положил руки на них, они упали вот так ровно. Аллилуйя. И я говорю, все, у меня нет времени, я иду проповедовать, потому что там мы дальше собрали. Я проповедовал, я прихожу, они лежали ровно. Говорит, что делать? Мы, говорит, воду выливали, и что так, скорую вызывать? А они говорят, не, не вызывай. Один отошел чуть-чуть, лежит, говорит, не вызывай, потому что нам это. Дай нам полежать. Подумают, не, заберут просто, они до этого курили эту штуку. И я помолился, они встали, и потом, знаешь, на следующий день целый табор пришел на собрание. Аллилуйя. То есть, Дух Святой, поймите, я ничего не знал, мне не благословляли епископа. Наоборот, мы делали втайне, потому что это в церкви тогда нельзя было делать. Аллилуйя. То есть, но Дух Святой тянул, вел нас, несмотря ни на наши ошибки. Богу нравится желание. Вот почему он говорит. И это желание, оно приходит от Духа Святого. Пойми, если ты только желаешь что-то в Боге, Бог сто процентов тебя благословляет. Бог, Он с тобой, над тебе. И это помазание, оно всегда огнем, оно отзывается огнем. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас я молюсь. Пусть сила Духа Святого, пусть твой огонь придет на каждого, кто смотрит. Пусть они зажгутся, пусть они захотят. Отец, во имя Иисуса, через телевидение, в их комнату. Огонь Божий, огонь Духа Святого. Прямо сейчас ветер шакатаралам. Я молился на одном собрании, махал пензаком. И Кинзерский Богдан кричит. Руслан говорит, огонь пришел. Просто говорит, ветер прямо через телевизор. Почему? Потому что Дух Святой хороший. И мы будем двигать им. И я верю, никакой дьявол, никакой демон просто не остановит. Потому что наше время пришло сейчас. И слава Богу за Бога и за Духа Святого. И ты должен знать, что Он наш папочка. И Он каждый раз видит тебя, Он прощает. И знаешь что, Он хочет вдохновить тебя. То, как Бог делает, Он не ковыряется в твоих грехах. Он не разбирается, что ты сделал. Я говорю про операцию, это другая тема. Когда ты уже в Боге, в Духе и в новый уровень. Он от каких-то вещей тебя освобождает. Когда ты в послушании уже двигаешься. И это послушание, это другая. Но сейчас Он тебя любит такой, какой ты. Он тебя наполняет, какой есть. Я видел кучу чудес. Это были люди, которые были грешники. Те, которые 25 лет, епископа, другой раз. Они почему-то не селяются. Они знают. Я в одном месте предъявил, Дух Святой пришел так сильно. Вообще мы там бегали, летали, прыгали в корейской церкви. Потом в конце один человек пришел. А я даже не знал. Одного человека не трогал. Это был их епископ. Он помолился пять минут, Илья. И все, слушай, как будто из ванны вытащил это. Бывает. Я ничего не говорю. Я просто, понимаете, что наша самоправедность, как запачканная одежда. Аминь. Аминь. Мы во Христе Иисусе. Я помню, Хэнкинс написал одну книгу. Во Христе, сейчас, во Христе. И там в нем, мы во Христе. Я не стою сам. Сегодня тут не Белосевич. Я стою во Христе. Аллилуйя. В нем. И точно так ты можешь стоять в нем. Потому что в нем действует прощение каждый раз. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. А когда он меня освободил, мне радостно. Аллилуйя. Я наполнен. Я горю. И это течет. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса, просто мы благословляем. Пусть это течет в экран. Будь благословлен. Будь наполнен силой Божией. И Духа Святого. И будь исцелен также. Я и мы будем с вами вместе. Дух Святого и исцеления. Оно вместе. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Продолжение следует...